Кто не успел, я думаю, что подтянутся. У меня единственная просьба не включать, пожалуйста, микрофон. Я когда слышу звуки, какие-то отвлекаюсь и потом не могу сосредоточиться. Так, сейчас я включу, а у меня пока нет доступа к экрану. Откройте мне, пожалуйста, чтобы я могла открыть. Мы продолжим сегодня говорить про Easy Stories. Мне очень приятно, я получила столько писем про первый вебинар, что людям очень понравились книжки и задания, поэтому вдохновили меня на новое. Поэтому сейчас... Все, теперь я могу открыть экран. Ну что ж, как обычно, я сейчас все уберу. Пока видеть не буду ваши вопросы. Если вопросы, буду зададить их в конце. В том числе, в конце я дам адрес электронной почты. Если будут какие-то вопросы, вы можете задавать. У меня проблема с камерой зависает, поэтому можно на меня не смотреть. Не знаю, что такое. Так, все убираем. Минуточку. Надо все сделать, чтобы ничего не мешало. Итак, продолжаем поговорить про Easy Stories, нашу книжку, которая помогает нам внести какое-то разнообразие в уроки и добавить чтение туда. Как я уже говорила в прошлый раз, но повторюсь, потому что кого-то могло не быть. Здесь у нас четыре книжки. Вот одна вышла буквально недавно. И я говорила, что я очень расстроилась, что сначала у меня было только три, а то пришлось покрывать. И сейчас очень удобно. Все четыре можно сразу купить. Ну, немножко о самих книжках. Что они нам дают? Это у нас книжки для чтения с короткими рассказами. Они обязательно в каком-то грамматическом времени. И даются упражнения для отработки и лексики, и грамматики. Там есть картинки, которые нам могут послушать, опоры для говорения. И, конечно же, разные задания для понимания этого рассказа. Если нужно будет, можно по ссылке проследовать. Здесь у нас рассказы, которые, они такие интересные и поучительные, да, развивающиеся такой характер, ими научат доброте. Ребятам так нравится, они говорят, как это мило все время. У них такие какие-то позитивные эмоции вызывают. Поэтому мы можем использовать их на уроках не только для того, чтобы нам английским позаниматься, но для того, чтобы там поучиться читать, анализировать текст, для того, чтобы как-то воспитывать еще, да, прививать им какую-то доброту, собереживание и так далее. Конечно, мы можем их использовать и в дополнение к основному учебнику. Я всегда смотрю, чтобы совпадала грамматика. То есть, если мы ее изучали, у меня часто совпадают и темы словарные. То есть, я подбираю так, чтобы не совпало. Ну, и можем, конечно, какие-то дополнительные знания. Позже еще об этом скажу. В конце есть у нас, после каждого текста есть грамматический справочник и словарь. Но и в конце книжки тоже хочу обратить внимание, что здесь есть у нас grammar bank, да, то есть та грамматика, которая изучалась. Если этого не вставила, можно будет как-то посмотреть. Есть таблица неправильных глаголов, то есть все, которые встречаются в этой книжке. И вот интересно, очень покажу, может быть, видно будет. Да, my wedding law. Здесь у нас дата, названия, персонажи, что мне понравилось, интересные слова какие-то. И звездочки. Мы оцениваем этот рассказ. У меня еще не было никогда меньше пяти звездочек. Всем всегда нравится. Тем более мы не просто прочитали и забыли, да. Они связаны между собой, там, герои. Они как бы переходят из рассказа в рассказ. И детям очень нравится наблюдать вот за этим, что они могут знать, что происходит дальше. Естественно, когда мы берем вторую, второй рассказ, мы вспоминаем, что было в первом. Поэтому такая сказка «Тысяча и одной ночи». Ну что ж, немножечко более предметно к второй части из истории. Для кого? Я беру второй, третий класс, второй, третий год обучения. Как же так скажете вы, кто был в прошлый раз? Там тоже было второй, третий. Ну смотрите, второй, третий год обучения, они друг другу розни. Там были все-таки первый, второй год обучения, первый год обучения, самый конец. Ну у меня, например, есть ребята, которые учатся с 4-5 лет. И когда они приходят в первый класс, они уже хорошо читают по-русски. Потому что раз они начали английским так рано заниматься, родители их развивают. И когда они приходят, они уже здесь могут читать. И мы где-то в конце первого класса уже можем взять. Соответственно, эту мы можем взять уже во втором. В то время как с другими, которые начали английский изучать только во втором классе или даже в первом начали изучать, когда мы сможем только первую часть взять во втором классе. Поэтому тут надо смотреть по их степени готовности к этому. То есть когда они начали изучать. Берем один раз в месяц. Как правило, это в конце юнита. Но вот у меня, например, почти в каждом учебнике 10 разделов этих юнитов. И здесь 10 текстов. Соответственно, получается сразу после каждого. Бывает так, что их меньше остается. Мы просто потом занимаемся только поэзисторис. Я просто подтягиваю туда ту еще лексику и грамматику, которая была в учебнике. Ну и бывают незапланированные уроки. Я, конечно, сейчас в школе общеобразовательной не работаю. Но часто бывало, когда я работала, работала я много и долго, бывало так, что ставили внезапно урок вместо какого-то другого. Учитель заболел или на замену. И в другом классе ты не знаешь, что делать. Я посмотрела, я беру готовые свои задания. И я занимаюсь. Можем сделать так. Я вижу, что какие-то сообщения. Но я, по сожалению, не буду смотреть. Потому что у меня тут все тогда исчезнет. Так, я уже сказала, что 10 рассказов. 10 рассказов – это, условно говоря, наши 10 юнитов в учебнике. И к каждому рассказу у нас есть яркая картинка. Сейчас мы все увидим. Потом идет коротенький рассказ. Но здесь вот в первой и второй книжке короткие. Третье все тоже подлиннее рассказы и посложнее. Здесь они пока еще одну страничку занимают. Дальше у нас новые слова. И какие-то интересные занятия. Это структура книжки. То, что в ней есть. Я расскажу, что еще я делаю с ними, кроме этого. Потому что, безусловно, если брать просто эту книжку и по ней работать, то, в принципе, будет достаточно. То есть на 40-45 минут хватит, если там разбирать все слова. Поработать даже иногда на два урока. Но всегда хочется что-то внести, как-то делать интереснее. И, кстати говоря, когда мы это что-то вносим, что-то новое, интересное делаем, мы их себе тоже делаем хорошо. Потому что, представьте, вы работаете по одному и тому же учебнику несколько лет. И все одно и то же, одно и то же. Для себя-то тоже нужно. И когда вам самим интересно, детям тоже интересно. Поэтому вносим разные задания, разнообразие делаем и так далее. Ну что ж, поделюсь с вами, как я это делаю. Итак, у нас первый рассказ, вот, в Изи Сторостью, называется «I Great Friend». Дети сначала у меня этого не знают. Мы пока книжку не открываем. Ну, некоторые уже посмотрели. Честно говоря, они забывают к этому уроку, о том, что там было. Я прошу ничего не открывать. А я делаю вот так. У меня появляются буквы. Можно их просто на доске написать. Можно их вырезать и приклеить. Да, магнитиками прикрепить. Можно, как я сказала, написать. И они пытаются собрать. Нам, конечно, зная сейчас название рассказа, то очень легко понять, что это слово «friend». Ну, они мне составляют. У них тут и «friday» получается, и «and». Какие-то еще были слова, я уже не помню. «Fine» находят. То есть пусть нам это тоже не минус. Я считаю, когда дети называют какие-то слова. Вот, например, сейчас я с ними играла, показывала, прятала от них карточки. Там было одно слово, они называли все другие. Для меня это ни капельки, ни минус, да, того, что называют другие слова. Пусть повторяю. Еще раз какие-то слова вспомнить. Это очень хорошо. Ну, конечно же, потом они понимают. Я говорю, посмотрим на ребяток. А ребяток тот друг друга. Посмотрите там матч с девочками как бы вместе. А почему? Они говорят, наверное, друг, как будет друг. И тогда мы собрали слово «friend». Нам надо было подобраться к названию рассказа. Таким образом к нему подобрались. Итак, у нас слово «friend». И, конечно же, я задаю какие-то вопросы на тему друзей. Опять будем смотреть, насколько они готовы, на какие вопросы отвечать. И плюс, вы знаете, что у вас когда-то будет такой урок, где-то пораньше уже им пытайтесь задавать эти вопросы. То есть за несколько уроков подготовить про друзей, что-то поспрашивать. Может, в начале урока всегда проводим какую-то фонетическую зарядку, да, такую разминку языковую. Поэтому можем туда уже вставить, чтобы у них потом здесь были немножко готовы слова, что ответить. Или они хотя бы услышали вопрос. Если пока сложно, сразу так реагировать. Ну, я обычно знаю, что они у меня умеют отвечать на этот вопрос. Do you have friends? Конечно же, они отвечают, что да. Они там могут еще назвать, кто пальцем показать, кто это. Если тут можно сказать, who's your best friend и так далее. Еще какие-то вопросы про друзей. Ну, как вам кажется, какие будут подходящими к этим ребятам, к этой группе. А затем я показываю заголовок. Мы можем открыть уже книжку. Ну, обычно я им не даю открывать, потому что они сразу отвлекаются на рисунки. Чтобы они не отвлекались сразу на рисунки, я пока это показываю просто заголовок. Конечно, легко говорить, когда я пользуюсь всякими гаджетами. Но здесь можно просто написать. У нас там было friend, они собрали. Допустим, у вас было мело написано. Вот собрали это слово friend. Сюда уже приписали great friend. Вот получилась фраза great friend. И мы пытаемся расшифровать это, пожалуйста, что такое. Great friend. Какое там можно подобрать синонимы. Good friend они скажут. Что еще подберут? Какое можно еще значение придать этой фразе? Что делает хороший друг? Что нужно делать, чтобы быть хорошим другом? И они вспоминают какие-то глаголы, которые нам тоже пригодятся. Они могут слово help вспомнить. Что можно делать вместе с другом? Даже если они будут говорить chump, пусть прыгают вместе. Нам все это пригодится, нам глаголы никогда не помешают. И все слова, которые они будут вспоминать, никогда не помешают. Так мы немножко с этим разобрались. И мы пошли дальше. У них уже начинают в голове закрадываться какие-то идеи по поводу того, о чем будет речь. И мы выведем первую картинку. Вот у нас заголовок от этой great friend. Я обычно не обращаю внимания, они сразу сами по-русски начинают читать. Я на это не обращаю внимания. Потому что мы здесь можем сделать все, как здесь написано. Подумать, о чем рассказ. Назвать все, что видишь на картинке. Использовать слова, которые тут есть. Вот это задание я лично не делаю. Кто назвал больше слов, я вообще не люблю, когда они соревновываются. Они в этом возрасте очень обидчивые и ревнивые. И если кто-то назвал больше, кто-то может обидеться, вообще потом не будет. Поэтому я на эту фразу не обращаю внимания. Но надо опять смотреть на своих учеников, насколько они. А в одной группе я знаю, что они могут. Можно посчитать, кто больше. Мы даже галочки отмечаем, кто больше назвал. Но не совсем. Поэтому осторожно. Поэтому я делаю так. Я заранее готовлю карточки, нужные у меня словами. Во-первых, те слова, которые мы когда-то изучали. Когда-то. Да, это до того, как взяли эту часть читать. Либо слова, которые тут есть. Потому что, ну хорошо, они их назвали, они их знают. Но мне еще хочется, чтобы они повторили, как они пишутся. Вот я им даю. А они размещают на картинках на своей. То есть такие маленькие печатаю. Кем мне нужно. И они вот их здесь размещают. Низу тут написал джембот. Потому что когда онлайн, я размещаю на этой доске. И они там притаскивают эти стикеры к картинке, к тому рисунку, которому соответствуют. Плюс я еще пустые размещаю. И тут тоже можно дать пустые. Положить их сразу на то слово, которое они точно знают. Слово яблоко. Когда яблоко пустил, то вы взяли тут, ну давай напиши. И так далее. То есть там бэк с кулбэком, обычный саунд. Кровать, я не знаю. Там книжка и так далее. Ну вот далее мы карточки собираем, забираем. И с джембота они уходят. И у себя уже подписывают по памяти. То есть они разложили, мы проверили, что все правильно. Ничего не перепутали. Еще раз говорю, посмотрите на все эти слова. И они их потом туда записывают уже по памяти, где она была. Они нам потом пригодятся обязательно эти слова. Поэтому я прошу их записать. Далее. Коль у нас есть только слов. Раз мы вспомнили. Да мы еще их написали. Мы можем использовать здесь фразы и описать. There is, there are. Обычно они в этом моменте уже знают. В втором классе уже это изучают, где-то там в самом начале. Ну и have, as тоже мы можем взять. They нам не особо получится использовать. Поэтому будем использовать такое. Это все не просто так, потому что далее у нас будет грамматика на to be. В настоящее время. И глагол have будет попадаться. Вот они используют это описание. Так у нас мы поработали с картинкой. Мы описали. Мы уже практически составили свой рассказ. Когда мы дойдем до последнего задания, вы увидите, нам уже будет совершенно легко. Ну что ж, дальше. Так как у нас здесь написано, о чем этот рассказ. Какими-то своими простыми словами они могут сформулировать. Я, например, знаю, какие дети смогут, какие нет. И спрашиваю, если я понимаю, что вот эти еще не готовы. Они еще малые. Или мы еще недостаточно тренировали это. А нам все-таки все равно нужно читать книжку. Я им задаю вот такие альтернативные вопросы, чтобы они хотя бы из моих слов могли выбрать. Are they at home or at school? Да, они, конечно, говорят, от home. Is the boy healthy or ill? Иногда они говорят, что такое? Healthy. Что такое? Я им показываю healthy, радостно. Или ill. Как-то изображаю, чтобы им было понятно. Ну да, еще какие-то вопросы. Опять же, я здесь не пишу прямо вот все вот эти вот вопросы. Больше никакие не задавать. Я использую эти его тоже. Нет. Вы можете сами себе придумать. Почему я так говорю? Потому что вы опираетесь на те знания, которые есть у детей. Может, они вас больше знают. Может, вы возьмете позднее. У меня, честно, одна группа, они сейчас третий класс. Мы взяли только единичку. Они очень слабые. Вот только не только сейчас еще смогли. До этого они еще не могли нормально читать. Не получалось. И поэтому, видите, надо ориентироваться. Кто-то сможет, кто-то нет. И вы сами просто. Вы просто вам так объединены. Итак, дальше. Я меняю порядок заданий. У нас должен быть текст. А после текста идут вот эти слова. Я всегда делаю наоборот. Не всегда. В третьей, четвертой части будет немножко по-другому. В четвертой, в третьей это можно. В четвертой там уже нет. Мы не рассматриваем слова заранее. Так вот, мы рассматриваем слова заранее. Мы их разбираем, проговариваем, сто раз повторяем. Играем с ними во все возможные игры. Я думаю, что вы тоже знаете много игр. Я еще покажу, какие могут быть с этими словами. Все это делаем до чтения. Потом мы предполагаем, к чему могут эти относиться слова в тексте. Как они там могут встретиться и так далее. Нам нужно их проговорить. Потому что мы же к чему идем. Нам нужно почитать. А если они не будут знать, как читаются вот эти слова. Да еще там встретятся другие явно, которые тут нет. И они какие-то встретят и могут их не узнать, не вспомнить. Иногда, не знаю, ступор какой-то находит. И они не могут сосредоточиться, что это за слово. Так они и те не могут вспомнить, да еще и эти. А то они эти проговорили. И вроде бы уже легче стало. Уже полпредложения, считайте, 10 раз проговорили, они могут произнести. Мы это все с ним разбираем. И, конечно же, мы поиграем со словами. Я здесь решила сделать так. Берем, например, у нас здесь a lot of time. Да, здесь много времени. A lot of time. Time. Время много. Значит, это много. А давайте посмотрим, про что еще на картинке. Можем сказать, что его много. Да, и начинаем там, например, они говорят. A lot of books. Новый книг. Там смотрят там окошко. A lot of trees. A lot of food и так далее. А что еще? Посмотрим, что у нас в классе есть. Не только в картинке чего, а может быть много. Далее, например, попадается be healthy. Особое внимание вот на эти be. Не прощай, потому что там у нас будет грамматика с этим be. И be felt, быть здоровым. Я уже им показывала, что здоровый, я у меня все хорошо. Да, какое они? Слово strong, например, с нами. Ну, раз я его так показываю, они еще говорят happy. А что нужно делать, чтобы таким быть? Do spot. Eat vegetables. Eat fruit. И так далее. Что-то называют все равно. Потому что, знаете, дети могут где-то встречаются, пересекаются. Это у нас недавно тема была recycle. И у меня учится мальчик. У него мама учится у меня на курсе про up and intermediate. И она говорит, а что это у меня? У Тимоша тоже recycle было. У них было и у тех встретилось. Интересно. Я говорю, да-да. Во втором классе встретилась. И вот на таком уже достаточно высоком уровне. Поэтому все это везде потом перекликается. И слова они все наступают. Также be surprised. Быть удивленным. Чего можно удивляться? Даже если они немножко по-русски говорят, я сюда перевожу. Они говорят, ну, когда у меня хорошая оценка. Я не очень хорошо учила. У меня хорошая оценка. Have good market school. Или там мама чему-то удивляется. Или я спрашиваю, а чему может другой человек удивиться? Чему может мама удивиться? Глагол buy. Что? А что девочка могла купить? Что мы можем вообще покупать? А что девочка могла купить? Она говорит, fruit. Наверное, фрукты купила. А может, она ему лекарства купила? Может быть. По поводу decide здесь тоже то решить, делать. Они думают, что решать – это примеры решать. Я говорю, нет, это немножко другое слово. Например, вот сейчас у меня Аня хорошо отвечала, только много слов хорошо повторила. And I decide. Я решаю. To give her a sticker. И я решаю дать ей sticker. Вот я приняла такое решение. Да, хоть какой-то пример. Вот там встречается Friday, Wednesday. Можно еще и их поставить. И так далее. То есть мы можем каждым словом что-то попридумывать, поставить какое-то коротенькое предложение. Да, может быть, это каждый составит. Кто-то что-то вспомнит, а у нас там в тексте было. С этими словами надо их еще попроговаривать и подумать, как их употребить. Дело в том, что когда мы их так употребляем, мы же сразу ставим структуру. He is healthy. Там это is сразу встречается. И когда в тексте встретятся, они без B потом халси могут не узнать. Но если мы дадим пример, то тогда, конечно, они его узнают. Далее. Здесь у нас следующее задание. Вписать пропущенную букву. Я тоже сразу даю, потому что на самом деле, пока мы разберем слова, они уже начинают вписывать. И они это выполняют сразу, чем мы будем после текста это делать. После текста у нас еще только задание мы все делаем. Ну и четвертое, пятое мы все делаем. Нам потом так проще понять текст, потому что уже все встречалось, есть период и так далее. Ну а для торопышек я всегда делаю дополнительные задания. Потому что, как я говорила, пока мы повторяем слова, некоторые уже пишут. А я уже написал. И сидят такие, я говорю, а у тебя кто-то просил писать? Никто не просил, не писал. Ну ладно. Надо дать нам другое задание. И я даю что-нибудь вот такое. Например, здесь у нас типа русский и буквы перепутаны и нужно лицо. Но если вы считаете, что это легко, можно дать так. Да, без русского слова. Если считаете, что это тоже легко, тогда еще вот такой вариант. Ну и с презентацией можно сказать. Сразу только русский, они в подписи. не столько количества. Да, все-таки готовлю. И в конце еще будет там много. И я вам еще дам ссылку на папку, в которой есть они в PDF-формате. Понимаете, что я? Итак, вот у нас текст. Мы до него наконец-то добрались, разобрав слова, но еще не начинаем читать. Мы находим, подчеркиваем в тексте новые слова и фразы. Когда они их подчеркнут, не заметят, что у нас весь текст почти состоит из этих фразов. Мы обращаем внимание, я обращаю внимание, на предлог перед днем недели. День недели мы изучали, предлог проговаривали, но всегда забываются. На форум глагола to be. У нас там house, и что стоит перед house? Обращаем внимание. И на окончание глаголов, там, где у нас s, потому что весь текст в настоящем простом древнем их просьбе синтеза. Далее мы можем уже, мы нашли вот эти сайты, вот есть, да, еще там какие-то глаголы, которые были. Можно еще потом, кстати, давайте найдем другие глаголы с таким окончанием s. Это нехорошо будет изучиться, отличать множественное число, что это множественное число, а глагол. Ну и проговариваем чтение этих окончаний еще раз, что может быть создаем из этого. Это все еще мы пока не читаем текст. На самом деле мы уже его почти прочитали. Да, пока у нас все равно картина. В серединах между этим всем у вас есть новые идеи? О чем текст? Что тут еще может быть? Есть какое-то? Если что-то меняется, и мы так. А кто-то уже прочитает и говорит, а я уже все знаю, все понятно. Ну вот, добрались мы до того, что читаем текст. Уже много раз проговорили слова. Как я сказала, текст состоит практически из одних этих слов. Ну вот просто там шаг вправо, шаг влево, и все. Побег. И все наши слова. Но если все-таки не уверены еще в чтении детей, то мы разыгрываем такую историю. Мы распределяем роли, кто-то Микки, кто-то Поли. Я даже с фруктом даю роль. Ты боже, фрукты. У нас там есть вот слова A lot of time together у меня были, потому что они были Микки и Поли, best friends. Они мне такие вышли, показывают, что они best friends. A lot of time together. Мальчик был с табличкой together, и он между ними шел, что они вместе. Ну, в общем, мы это разыгрываем. То есть я читаю рассказ с выражением, все так медленно, отчетливо, а они исполняют эти роли. Ну, конечно же, придется потрудиться и посмотреть, кто чем может быть. У нас была и школа. Мальчик стоял, я в школу, они туда идут. Просто мы читаем, но мы пока ничего не переводим. Просто говорю, как слышите свое слово, так вы что-то делаете. Да, ну, можно раздать таблички с фразами, можно просто сказать, слышите свое слово, а можно целое предложение. Это пока еще мы все еще не читаем. Но если они уже готовы, вы видите, что они готовы, и можно прочитать, то, безусловно, можно читать. Не делаю этого. Дальше здесь же можно использовать немо-чтение, называем суфлер, да. Я читаю, а они бесшумно повторяют. Интерклекшн сначала в голове это прокрутят. Вот как мы иногда, да, что-то, если помните, как сами изучали язык, допустим, второй язык, что первым мы там со школы уже ничего не помним. Я лично, когда второй язык изучала, то я про себя проговаривала, я послушаю, проговорю. Ну, или, конечно, вслух проговариваем, чтобы никто не слышал. Им надо, чтобы никто не слышал, а они бесшумно повторяли. И потом уже мы играем в оркестр. То есть я читаю предложение медленно, а не хором повторяем. Здесь же можем сделать гонку после оркестра. То есть я говорю первое предложение, но очень медленно. Микки и Коли и Бест Принц. Им нужно повторить. Можно по одному, можно хором, только быстрее. То есть я чуть-чуть буду ускоряться каждый раз, а они будут еще быстрее. Им нужно, они любят учебу. Ну, можно вот так вот прочитать, но все равно они проговорят. Ну и голоса. Наша задача здесь прочитать текст в образе кого-то. Я спрашиваю, какой там у них любимый персонаж есть. Давайте представим, как он, не знай, как читает. Представляем там, как будто у него шляпа такая, и он там говорит. И я поэт зовусь, не знай, как говорю я им, и будем вот таким голосом читать. Сначала я одно предложение, потом они еще одно. Уж мы сколько раз проговорили, точно прочитаем. Дальше. Можно сделать первый и последний, но это мы уже будем работать с текстом, после того, как вы прочитали. Читаем текст и предложение. Из текста произнестся вслух только первое и последнее слово. То есть я, например, беру первое предложение, я что-то далеко не дали, говорю Микки, Фрэнс. Им нужно все прочитать предложение. Это на тот случай, если они стесняются, боятся ходьбами. Им так будет легче. Далее мы назначаем того, кто будет читать для меня, кто будет этим ведущим, учителем. Остальные угады будут. Можно вообще сохранить до первых двух букв. Вернее, до первой буквы и последней. Если опять же возьмем первую, то будет М и С. Нужно найти предложение, которое начинается на М, и оканчивается на М. И до первой буквы каждое предложение. просто М или Т, второе предложение. Вот они так угадывают. Итак, далее мы можем еще сделать с интонацией, когда я без слов с помощью звука голоса засчитываю предложение, а дети его находят и читают полностью. например, я говорю М, 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 М. Они так условно считают, сколько тот слов подгадывают. До этого мы уже читали, они уже слышали, и они немножко вот по тому, как я варьирую голос, нагадываются. Потом опять передаем ход ребенка. Ну и конечно же просим показать, но всегда я показываю первое, да, можно взять друга, чтобы первое предложение показать. Это они первые вообще любят. Сразу же будут показывать легко, да, Микки и Полы. И остальные догадываются и ищут это предложение, его зачитывают. Микки has a call. Показывают это просто. И мы произносим. Но опять же читаем. Мы потом этот текст так вдоль и поперек изъездили, что нам уже все гораздо легче. Можно потом просто в конце. Давайте-ка сядем и уже по-нормальному прочитаем. Мы уже все знаем. Ну что ж, мы с текстом поработали, прочитали, все уже в нем знаем, но у нас оп, и приехала грамматика. В каждой книжке есть грамматика, есть раздел посвященный к грамматике. Я рекомендую посмотреть заранее и где-то на уроках уже это взять. Но у меня, вот к моему большому-большому счастью совпадает грамматика в этих книжках, совпадает с учебниками. Я не знаю, как с другими. Честно, мне не работают другие, у меня только всегда одни и те же. Но я очень рада, что у меня всегда так. Один раз у меня было наоборот. Я взяла, видимо, раньше, надо было, чуть позднее взять. Так мы тут разобрали, потом пришли в учебник, они уже все знают. Ну вот у нас приехала грамматика, и мы, конечно, можем тут вспомнить глагол цуби. На самом деле одна из легких грамматики. Нашла вот такой, вот я пользуюсь. Наверное, вы тоже знаете про этого. Дракончика и три головы, это три формы головы. Мы когда вот это с ними разберем, им потом становится легко. Единственное, здесь еще снют. Ну, какие-то свои приемы есть. Я здесь не подсказчик, как преподносить грамматик, потому что у меня своя немножко система. У меня обычно быстро разбираются. Я беру картинку, они там по мне смотрят, видят, и все. Им легко. Ну, мы немножко ее вспоминаем, и, соответственно, можем с ней немножко поиграть. Я вот здесь вставила игру, с фишечками можно поиграть. Можно что-то свое сделать. Потому что вот это вот с кубиком всегда любят. Мы вчера уже играли, я говорила, одному предложению, потом другой, они говорят, давайте кубиком. Я даже понятен нова, как можно с кубиком распределять, кто будет, говорит. А мы будем загадывать число, а выкидать кубик и какое выпаду. В общем, я так и не поняла. В общем, с кубиком они любят, поэтому вот такую можно здесь потренировать. Либо я беру, возвращаюсь к картинке, а вы ведь помните, что мы там написали много слов, на них они тут все написаны, и мы можем просто потренировать. Да, apple is banana с а. Ну, м тут про себя не скажешь, но где-то можно ай вставить случайно. Да, и таким образом это не нужно. Там тапочки у нас есть, что-то, например, букс а, а если эй бук, то что будет? Немножко тренируем это. И опять же повторяем эти слова, они нам опять пригодятся в конце, и все увидим. Дальше мы можем составить предложение, используя новые слова, глагол to be. У нас есть новые слова, которые там попались. Да, есть глагол to be. Например, у нас было слово healthy или in, ну, в словах его нет, но мы его склонялись, ненали, мы говорим the boy is healthy, the boy isn't healthy. И мы составляем такие предложения. мы использовали и то биограмматика, которая была здесь, и слова, которые были, и которые мы написали в начале. Дальше у нас попадается следующее задание тут на true и false. Обычно они его легко, конечно, делают, мы здесь все разбираем, если слова непонятны, естественно, мы объясняем, но потом я прошу еще дополнительно, ну, мы всегда знаем, что таких их бывает, но мне всегда вот мало, 5 по тексту, да, по такому, соус-странице тексту, 5 предложений, мало, но здесь просто рассчитано на урок, а если мы хотим, чтобы у нас было чуть больше, или, например, домашнее задание, да, придумай еще одно предложение, правильно, одно неправильно, нужно как домашнее задание, да, они придумывают, потом принесут на следующем уроке, можно на следующем уроке, да, будем второй текст читать, вернуться немножко к первому тексту и с этим поработать, они придумывают. Далее будет еще тут расположить по порядку, я не знаю, тут панелька, я ее не могу никак убрать, если вам не видно, там написано расположить предложение по порядку. Они расположили дело достаточно быстро, мы опять почитаем предложение, один читает, мы располагаем и так далее. Далее мы можем дать еще одно задание, это добавить предложение, потом вместе подумаем, куда его отнести, то есть просто состав, ну, по сути, взять из текста еще одно предложение. Добавь еще одно, только первое, видите, первое, Микки doesn't come to school, а там еще было, что они best friends, можно такое предложение добавить, или последнее, или, ну, то и другое, да, только первое, только последнее, и первое, и последнее, либо я добавляю предложения какие-то, они решают до или после вот этих вот предложений, а иногда я вставляю какой-нибудь в центр, ну, на самом деле, просто берем их из текста и лучше взять из текста, пусть я мне еще раз послушаю. В самом деле, чем интересно, что вот когда мы так это все разбираем, где-то ко второму, третьему тексту они созревают, что надо прочитать заранее. Они начинают смотреть, и мне говорят, я уже прочитала. Я думаю, ну, хорошо, спасибо, что ты прочитал, а я вот тебе задание приготовила, да, поэтому вперед мы можем, надо быть немножко готовым, потому что мы уже читали, ну, и хорошо, читали, и молодцы. Некоторые даже слова учатся. Дальше, здесь у нас перевести предложение, ну, по сути, не переводим, а я всегда говорю, ищем текст, они ведь где-то есть, только там было, они проводят много времени вместе, давайте его найдем, они проводят, а теперь заменим они на мы. И дальше, когда мы это все сделали, мы начинаем еще тренировать это. Тут было, он здоров, а давайте скажем, я здоров, вот у нас туби тренироваться, мы здоровы, и так далее. У нее простуда, хайф, хайс, мы тоже говорили, у меня простуда, у него простуда, и так далее. И там было, мэйби, тоже, мы потренируем, тем более, скидывать, может быть, он нездоров, если я говорю, может быть, она нездоровая, кто? Я говорю, ну не знаю, вот у меня, например, знакомая, давно мне не звонила, вдруг она нездоровая, вдруг она заболела, так вы ей позвоните, я говорю, давайте в США предложение построим, а потом ей позвоним. Да, то есть они еще интересуются, а про кого мы составляем? Вдруг вы, кто-то, давно не виделись с кем-то? Я им говорю, а вам нужно предположить, что вдруг нездоров, вдруг заболел, сейчас грипп ходит. Итак, здесь мы тоже поработали, опять вспомнили всю грамматику, и мы пойдем дальше. У нас попалась перескажи историю, перескажи историю, используя картинку. Сейчас я об этом скажу позже, но сначала про понравился ли тебе рассказ, как я говорила в прошлом, в прошлом вебинаре, здесь мы рисуем, понравился ли тебе рассказ, я прошу нарисовать, что понравилось в этом рассказе. Но так как здесь уже они побольше, можно написать слово, которое ты запомнил лучше всего из этого рассказа, какое тебе больше всего понравилось слово. Если к этому слову возможно нарисовать, что-то еще и нарисую. А можно два слова, можно два слова. Вот ты написал слово health, а теперь напиши, что оно означает. А он написал слово health, я попробую еще составить с ним предложение. Напиши, I'm healthy. И так далее. То есть, чтобы здесь еще что-то осталось. Я на брауне. По поводу пересказать. Я в прошлый раз, если помните, было у меня с фишечками. Выключите, пожалуйста, микрофон у кого-то включен. С фишечками. А здесь я сделала по клеточкам. Можно их больше сделать. Я сделала 15. Что мы делаем? Здесь можно сделать по-разному. Сейчас картину уберу. Время состока? Сейчас есть, у нас 10 часов. Уже сколько времени? Можно, пожалуйста, выключить микрофон у кого-то. Итак, можно раздать карточки с цифрами. И каждый в своем порядке говорит одно предложение. То есть, первый должен сказать, что Следующий еще одно. Каждый говорит свое одно предложение, то есть, добавит. Но все-таки они, конечно, подглядят и посмотрят, и прочитают. Ну, хотя бы одно предложение как бы наизусть. Можно сделать количество карточек этих по количеству предложений в тексте. То есть, эту табличку просто увеличить и наложить. Вы можете разрезать. Не обязательно это делать с картинкой, это можно просто по порядку. Без картинок. Это у меня, видите, на экране. Я сделала, чтобы было более наглядно. Сколько предложений в тексте и по количеству предложений сделать количество этих карточек. Они достают из мешочка, допустим, и они будут высчитывать каждый свое. То есть, нужно будет пронумеровать и так далее. Одним посчитаем. Who is number 15? И так далее. И в таком случае им достанется их больше и хотя бы одно они скажут, найдешь, потому что они его найдут и будут говорить, ну, с чем надо будет следить. Ну, и можно поменяться цифрами. Да, вот таким образом мы поперескажем. Потому что я не люблю вот это вот просто давайте поперескажем. Так, кто мне перескажет? Да никто не перескажет. Потому что, как я говорила, когда сложно, это неинтересно. Неинтересно, это скучно все, я не могу. Если скучно, это снова сложно, то это вот по кругу идет. Поэтому, как только им становится сложно, то они отказываются дальше делать и мы можем больше никогда не вернуться к этой книжке, если в какой-то момент они не захотят что-то делать. Потому что у них останется это в памяти, что мне было тяжело, я больше не буду. Поменяться цифры я имею в виду, что потом другое предложение, так они проговорят несколько раз. Зависит опять от количества времени у вас на уроке. Можно растянуть любую книжку. Все задания, которые я говорю, подойдут к первой, к третьей, к четвертой. Просто третьей, четвертой они будут немножко посложнее идти. Там уж будете выбирать. Можно одну книжку брать на два года. Так что четвертая, она подойдет и в пятом, шестом классе вполне себе нормально. Там такие истории, они про животных, совершенно нормально. У меня девочка сейчас шестой класс, мы четвертую читаем, ей очень нравится. Поэтому их можно разделить, да, и делить истории на два раза, на два урока, в конце одного юнита в конце другого проводить. Просто ее на другой и детям выгоднее и у вас будет больше материала и больше всего можно сделать. Дальше. Еще заданиями. Каждому можно выдать новую фразу вот из этих, да. С днями и неделями можно одному дать. Если не хватает, то еще что-то из текста взять. я имею в виду, если детей больше, чем этих фраз. Вот здесь их было 14. Я знаю, что группы бывают большие в школах. Можно что-то еще из текста взять, то, что попадалось там. Начинаем. Я начинаю пересказ, да, поверьте мне, вы его выучите, прочитав мне это все 25 раз, можно не готовиться специально. Они продолжают использовать те слова, что им попались. То есть мы доходим вот до этого. Я говорю, Mickey and Paul are best friends. They spent, и кто-то, у кого-то бывало звонило, они должны сказать и лотов, time to get it. Ну, либо хотя бы договорить, так как это его фраза, либо все предложение. Ну, и опять, ну, это все варианты пересказа. Я не говорю, что это все на одном уроке. то есть я же на примере одного, одной story только вы рассказываете, одну, вы знаете, для второй story там, следующую, для третьей. Смотрите, по-разному, чтобы было. Дальше. Конечно же, я вставила здесь все вот эти задания. Мы можем еще со словами тут играть, поискать их. Это они очень любят. Давайте слова по-находим. Да, здесь еще один, это просто два разных я взяла, чтобы были разные, если вам нужно для первого рассказывать. Следующая, crossword, естественно. Почему бы и нет? Все со словами нужно, одному и дать. И вот вверху, если видите, ссылочка, это на word.walk. Можно по этой ссылке перейти, и этот файл открыт можно играть. Здесь у нас квиз, выбрать. И вот такое я сделала. Если есть возможность показывать на экране, то здорово. Если нет, вот эту штучку вырезайте, туда вставляем карандаш и будем просто крутить, ну, со стрелочкой. Потому что, вы знаете, можно просто положить вот так, как кружочек. Сейчас я сделаю из клада. Это как кружочек положим. У нас здесь в центре будет карандаш будем крутить. А рядом на столе положить вот так вот ручку. И покрутили, остановиться напротив ручки какого слова. А здесь у меня крутится вот так вот. Они называют. Просто вдруг это будет пользоваться презентацией, я сразу вам заложу. Если хотите, там, тут немного слов продолжить. Просто на каждом следующем слайде повернуть немножко кружочек и он будет на месте. Повернуть, чтобы другое слово было. Все, наверное, не так. Нет, еще подошли. Уже поехали. Вот такие. У нас задания. Еще раз попался. Ну что ж, я сейчас посмотрю, что-то написали или есть какие-то вопросы. Посмотрим. Да, еще раз напоминаю, что у нас этих книжек четыре. Первую, вторую мы уже с вами посмотрели. В следующий раз мы посмотрим третью. Вот такую будет третья часть. Уже посложнее. Да, мы там с вами встретимся. Я вам расскажу, как уже работать с детьми, которые чуть-чуть постарше и уже чуть-чуть сложнее, с ними не так увлекательно. И если есть какие-то вопросы, во-первых, сейчас можно в чат написать, у нас еще есть время. А во-вторых, вот мой электронный адрес, я всегда рада ответить. Если у меня есть время, могу чуть позднее ответить, но всегда отвечаю. Или мало ли, сейчас презентацию отправлю, она мало ли не будет скачиваться, то, пожалуйста, мне пишите в чат, сейчас еще тоже напишу адрес. Так, сейчас посмотрю, что у нас там. так, я зову, что-то сейчас было нормально. Так, это у нас. Так, Оля, книжка не на один урок, а на урок один рассказ. Один рассказик на урок. То есть, вот он есть, что я показала, это был один рассказ. И мы его используем. Так, сейчас отправлю не просто ссылку на презентацию, я отправлю ссылку на папку, где лежат они. Там просто есть еще вот эти PDF-файлы с выезд, потом вот все, вот эти вот все. минуточку, да, получу ссылку. Пожалуйста, сразу перейдите, посмотрите. Открывается. Я не знаю, что у меня с камерой, все, нарезает. если все открывается и скачивается, давайте я еще напишу почту свою. Вдруг что-то не так или вдруг что-то непонятно, он забудется. Пожалуйста, пишите и расскажу. И вот я вижу, сейчас в чат отправили приглашение. В 28 февраля у нас будет вебинар с носителями языка. Очень рекомендую, мой хороший друг Джек, да, Mastering Classroom Management. Одна из самых тревожных тем у нас, да, как нам установить дисциплину в классе, как сделать так, чтобы все слушали, все работали и так далее. Джек очень много работает с детьми, он работает с разными, в разных странах, с разными самыми сложными, в том числе в Турции, да, с самыми такими горячими, горячекровными детьми. Вот, поэтому приглашаю, вот, ссылку на регистрацию отправили. Ну, и в следующий раз я еще немножко об этом скажу. Если сегодня больше нет вопросов, тогда мы с вами прощаемся. Вопросы возникнут, не стесняйтесь, мне написать. Да, кто мне уже писал, те знают, я не кусаюсь, всегда отвечу. И все, тогда я еще оставлю немножко, пока не выключат конференцию, у меня будет чат, пока включу, буду смотреть. Такая готовность к своим другим урокам. большое вам спасибо, что вы сегодня пришли, уделили время, нашли время и провели его здесь с нами. И до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,